Одна из серьезных проблем, в том числе населения, это нехватка кадров. Уже долгое время в нашей стране обсуждают возможность введения новой системы трудового распределения, хорошо известной с советских времен. И не так давно в Госдуме предложили рассмотреть законопроект, предусматривающий обучение студентов в вузах за счет бюджета, но при условии обязательного дальнейшего распределения выпускника в те сферы, где его компетенции будут наиболее востребованы. Инициатива по обязательному распределению обусловлена нежеланием многих выпускников после окончания вуза на бюджетной основе работать по профессии. А ведь на обучение студентов тратятся большие государственные деньги. Чаще всего по условиям договора студент, отучившийся на бюджетной основе, должен отработать три года после окончания учебного заведения. Но, увы, наплыва, например, учителей и врачей в бюджетные учреждения или сельскую местность не наблюдается. Мы решили спросить у жителей нашего города, что они думают о такой перспективе сегодня, и что может стать действительным стимулом для молодых специалистов. Заканчивают вузы студенты, да, они не могут устроиться на работу, потому что у них нет опыта, как говорят работодатели. Нет опыта, они бедствуют, они вынуждены идти на какие-то другие работы. И, конечно, они теряют свои наработанные знания, что они учились. Ну, конечно, это в наше тяжелое время, конечно, это очень помогло бы молодым специалистам. Я думаю, что не очень хорошо, потому что распределение это всегда нехорошо, может кинуть куда угодно. Должен быть выбор у человека, хочет он или нет. Тут сложно, конечно, так однозначно ответить, но в целом, почему бы нет, ну, так как, например, я семейный человек, да, тут, конечно, уже вопрос, наверное, надо решать в кругу семьи. Вместе с тем, нехватка кадров особенно остро ощущается в сфере здравоохранения, особенно в деревнях и селах, а также бюджетных учреждениях. Огромное количество специалистов уезжает в другие города, а в отдаленные населенные пункты мало кто добирается. Распределение призвано решить эту проблему. Дефицит кадров существует, наверное, в большинстве лечебных учреждений, да, поэтому программа целевого обучения, она необходима, ну, и она дает свои результаты. Вернется ли программа распределения, но на самом деле я сейчас не готов сказать, потому что, насколько я понимаю, такой нормативной базы нет. Но этот вопрос достаточно активно обсуждается. Чтобы запустить или вернуться к этой системе, да, требуется изменение нормативной базы законодательства, да. Если мы вернемся, законодательство, да, будет адаптировано. Ну, я думаю, что та система, которая себя показала достаточно эффективно, да, и работала, сколько, наверное, более 50 лет, наверное, она может сработать и в текущем периоде. Предполагается, что распределение не только обеспечит районы самыми востребованными специалистами, но и поможет абитуриентам более ответственно подходить к выбору профессии. В законопроекте также предусматривается, что при отказе выпускника работать по распределению придется возместить полную стоимость обучения государству, а не как сейчас, когда нередко отказники выплачивают в качестве компенсации лишь малую, порой символическую сумму. Продолжение следует...